Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы расскажем вам об удивительной находке китайских утенок. Группа китайских утенок утверждает, что после долгой экспедиции на горе Арарат, они случайно набрели на вход в пещеру, и там, в глубине пещеры, на уровне 500 метров от верхушки Арарата, обнаружили хорошо сохранившийся древний ковчег, и рядом с ним большое поселение. В этом поселке жили, по словам китайских ученых, потомки людей, прибывших на горы во время Великого потопа. Кроме людей, в поселке спокойно живут ручные зверь, которых великое множество и которые считались вымершими много десятков и столетий назад. Например, тягловые работы по вспашке полей около этого поселения выполняются на некрупных мамонтах. Молоко, мясо и яйца поставляют бизоны и страусы. И арктические буйволы. Охрану поселка несут двугорбые тигры и саблезубые медведи, которые в процессе времени измельчали, но остались такими же добрыми и милыми созданиями. А ездят жители этого странного поселения на стройных, высоких, гладкошерстных носорогах. Староста этого затерянного поселка по традиции носит имя Ная. Китайские ученые были счастливы наладить общение с этим поселком. Однако сами жители древнего поселка посчитали китайских ученых выходцами из генома и изгнали гостей с территории своей пещеры. Увы, вслед за изгнанием гостей жители обрушили вход и разочарованным китайским ученым пришлось уходить с горы несолнных хлебавших. Но это разочарование не помешало китайским ученым опубликовать в самых разных научных журналах Китая и Европы с Америкой коммунике о своей находке. А на сегодня у меня все. Желаю вам всего самого интересного. Подписывайтесь на наш канал. Мы вам рады. Всем пока.